Вы смотрите новости в студии Светланы Леонтьева. Доброй ночи. Ситуация вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях начала ухудшаться еще 4 месяца назад. За это время Украина потеряла 24 своих защитника. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил главе военного комитета НАТО Стюарту Питчу. Визит представителя альянса такого уровня сейчас демонстрирует поддержку Украины в ее попытках восстановить на Донбассе режим тишины. Я считаю, что у нас были очень мощные шаги и серьезные результаты по деэскалации ситуации на Востоке. 27 июля мы подписали договоренности о введении в действие режима прекращения огня. И действительно, с 27 июля около 3-4 месяцев у нас были только одиночные обстрелы. И в 2020 году, с июля начиная до конца декабря, у нас было 3 жертвы. Но обострение ситуации началось в декабре. И уже с января и до этого момента, до нашей встречи, мы потеряли более 20 человек. Эскалация российско-украинского конфликта стала темой беседы главы Офиса президента Андрея Ермака с советником премьер-министра Великобритании Дэвидом Квери. В частности, обсудили использование возможностей международных наблюдателей для возобновления всеобъемлющего режима тишины. Возобновить перемирие сегодня пытались на экстренном заседании трехсторонней контактной группы. Однако спустя 6 часов переговоров достичь каких-либо гарантий от российской стороны не удалось. Подробности у Юлии Ключковой. Четверо погибших украинских военных за последние три дня. Незаконные вооруженные формирования продолжают прицельно обстреливать позиции вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской области. Используют минометы, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые гранатометы. Из-за обострения ситуации украинская сторона инициировала проведение срочного заседания трехсторонней контактной группы. Главной темой стал вопрос безопасности. Украинская разведка подтверждает незаконные вооруженные формирования, наращивают силы на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Из России туда перебрасывают военную технику, боеприпасы и топливо. А с 1 апреля оккупационные администрации объявили призыв незаконной вооруженной формирования. По мнению представителей украинской власти, на временно неподконтрольных территориях были созданы такие экономические условия, что их жители вынуждены идти служить туда, чтобы прокормить свои семьи. Социальное положение и состояние жителей местного населения оккупированной территории в настоящий момент практически не позволяет получать доход, где можно получить относительно гарантированный и системное получение заработных плат. Это служба в силовых структурах и вооруженных силах самопровозглашенных республик. Опять же, не за финансирование этих самопровозглашенных республик. В то же время Россия под видом подготовки к учениям стягивает свои войска к украинско-российской границе. Обеспокоенность этой ситуации уже высказали в Пентагоне и НАТО. А правительство Германии подготовило обращение к России касательно ее агрессивных действий. Международные эксперты говорят, мировое сообщество понимает опасность маневров Кремля. Как минимум, это запугивание, чтобы посмотреть, как Запад отреагирует на это с учетом новой администрации Джо Байдена, который обеспокоен ситуацией в Украине. Путин же рассчитывал на антиукраинскую позицию предыдущей администрации. И, по идее, он не решится повторить сценарий с зелеными человечками. По-настоящему ужасный сценарий будет, если Путин решит начать военные действия для решения вопросов поставок воды в Крым. Он откровенно показывает, что ему все равно о том, что думает Запад. Украинская сторона надеется, международное давление может заставить Россию вернуться к мирному регулированию ситуации на Донбассе. В том числе рассматривают вариант присоединения США к переговорному процессу. Юлия Крючкова, Новости Украины. Поврежденная обстрелами насосная станция Южно-Донбасского водопровода сегодня возобновила свою работу. Станция находится в так называемой серой зоне Донецкой области и снабжает водой 250 тысяч человек. Это не первый случай, когда люди, живущие по обе стороны линии соприкосновения, остаются без водоснабжения или тепла из-за нарушения режима тишины незаконными вооруженными формированиями. Работу насосной станции Южно-Донбасского водопровода специалистам удалось возобновить около полудня. Уже к вечеру у всех потребителей Волновахи, Покровска, Докучаевска, Углидара, Доброполе, Мариуполя и других населенных пунктов появилась вода. Насосная станция Южно-Донбасского водопровода была обесточена, в результате обстрела. Обстрел с неподконтрольной территории, в результате чего была повреждена линия электропередач, насосы вышли, на одной насосной станции сработала электроника и предохранители, для того, чтобы не была повреждена и вышла из строя непосредственно уже проводка. Серая зона – это, если брать территориально, движение в сторону Донецка, перед поворотом на Осиновату, есть населенный пункт Васильевка и Крутая Балка. И там находится насосная станция и подъем Донецкого водовода. В январе около 38 тысяч жителей пяти населенных пунктов Донецкой области остались без воды из-за аварии на водопроводе «Горловка-Торецк». Специалисты не могли починить водовод несколько дней, так как незаконные вооруженные формирования дважды нарушали режим тишины в серой зоне. А в марте этого года Донецкоблгаз прекратил поставки топлива почти 6 тысячам котельных региона. Без тепла остались жилые дома, школы, детсады, больницы. Столичный суд арестовал почти 50% акций предприятия. Руководители Донецкоблгаза подозревают диверсии. По факту отключения котельных открыли 82 уголовных производства. В настоящий момент за те нарушения, которые допущены, активный процесс продолжается по лишению лицензии указанного субъекта хозяйствования по предоставлению услуг в распределении газа внутри сетей по территории Донецкой области. В Совете национальной безопасности обороны выяснили, Донецкоблгаз принадлежит двум офшорным компаниям из Гонконга. После проверок Донецкоблгаз могут вернуть в государственную собственность. Светлана Сыч, Новости Украины. Лишь у восьми сотен украинцев из 320 тысяч привитых от коронавируса были побочные реакции. Это данные экспертного центра Минздрава. Еще одно подтверждение того, что вакцинация – безопасный и надежный способ остановить пандемию. Истории криворожских медиков, получивших первую дозу вакцины, рассказывает Наталья Гусак. Медсестра 10-й городской больницы Кривого Рога Надежда Чайко на вакцинацию пришла одной из первых. Говорит, ежедневно общается с десятками пациентов, а значит, в группе риска. Сейчас очень много разговоров вокруг этой темы. Кто-то противник, кто-то сторонник. Это дело каждого человека, мне кажется. Но если есть такая возможность, мне кажется, надо использовать. Страхов не было. На вакцинацию записалась половина сотрудников больницы. Более ста человек. Медик Роман Талда рассказывает, с нетерпением ждал, когда к ним приедет мобильная бригада. Вакцинироваться или не вакцинироваться – это настолько глупый вопрос. Каждый человек должен понимать, что если мы этого не сделаем, то глобально мы потеряем очень-очень много. Поэтому для меня этот вопрос просто не стоял. Для вакцинации в дневном стационаре больницы выделили две комнаты. За день мобильная бригада может принять не более сотни человек. Все сотрудники должны быть вакцинированы, потому что это важно сегодня. Чем быстрее мы вакцинируемся, тем лучше будет для всех. В Днепропетровской области уже вакцинировали почти 24 тысячи человек. Больше прививок от коронавируса сделали разве что в столице. Большинство из тех, кто получил первую дозу вакцины – медики, люди старше 80 лет, полицейские. Дальше списки значительно расширят. Заканчиваем активную вакцинацию работников фармацевтического рынка, потому что они также постоянно сталкиваются с больными пациентами. Делаем активную вакцинацию работников аптек. Пригласили на прививки представителей всех церквей, официально зарегистрированных в Украине. Ежедневно в области вакцинируют более тысячи человек. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Новости Украины. От трех до пяти лет понадобится для того, чтобы завершить недострой банка Аркада. За эту работу возьмется компания «Столица Групп». Речь о трех живых комплексах в Киеве – Эврика, Патриотика и Патриотика на Озерах. Меморандум о завершении этих объектов сегодня подписали глава НБУ, министр внутренних дел и глава Киевской городской администрации. Детали расскажет Артем Голуб. Уже почти три года вкладчики банка Аркада ждут возобновления строительства своих домов. Осенью 2020-го банк Аркада обанкротился и заморозил строительство трех жилых комплексов в Киеве. Свои деньги потеряли 11 тысяч семей. Реально два с половиной года инвестора наблюдают полную заморозку строек. Полтора года банк Аркада обещал, что будет возобновление строительства. И вот год мы уже поняли, что надеяться на Аркаду нет смысла. Мы начали делать свои протесты. Очень рады, но впереди у нас не более легкий путь, нежели пройден до этого момента. Мы хотели бы, чтобы государство гарантировало выдачу льготного кредитования или финансовой помощи застройщику взамен на выкуп свободных метров квадратных. Либо финансирование за счет госбюджета квартиры для госслужащих. Глава Назбанка, Киевский городской голова, министр внутренних дел, замминистра развития общин и территорий, глава службы безопасности Украины и директор фонда гарантирования вкладов физических лиц сегодня подписали меморандум, который позволит возобновить строительство в трех жилых комплексах. Это 39 домов разной степени готовности. Для контроля проведения работ создали отдельную дирекцию. Наша задача в частности состоит в том, чтобы контролировать выполнение этого меморандума. А что касается недобропорядочных работников Аркады, которые довели до такого состояния, то мы этим вопросом занимаемся. Уже есть предварительные выводы, но по материалам следствия еще будет публичная информация, которую мы будем доводить до общества. Дефицит финансирования строительства около трех миллиардов гривен. Деньги выделят из госбюджета, а также за счет продажи квартиры и нежилых помещений комплексов. В фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщили, что уже выплатили инвесторам банка Аркада более 70% гарантированной суммы. Что касается непосредственно вкладчиков банка Аркада, более 70% гарантированной суммы уже выплачено. 262 миллиона гривен была вся сумма обеспечения, что крайне важно. По банку Аркада остался большой кредитный портфель заемщиков, которые брали кредиты под это строительство. И получилось, что и строительство не построено, и кредиты надо возвращать. Поэтому фонд гарантирования предложил программу реструктуризации этих кредитов для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку. В ближайшее время должен начаться финансовый аудит трех жилых комплексов. И только потом стартует строительство. Артем Голуб, Новости Украины. Сокол в финале. Киевский клуб стал первым финалистом хоккейного чемпионата Украины. В полуфинальную серию против теперь уже экс-чемпиона Кременчука столичный Сокол выиграл в сухую 4-0. Несмотря на разгромный счет, все матчи полуфинальной серии оказались чрезвычайно интригующими и закончились победой Сокола в одну шайбу. В заключительном поединке киевляне дожали соперника в овертайме 4-3. Победную шайбу с передачи Андрея Михнова забросил Умет Гельманов. Соперник Сокола в финале определится в противостоянии Донецкого Донбасса и Херсонского Днепра. Очень тяжелая серия. Кременчук очень хорошая команда, мастеровита. Не первый год одним составом играют. Отдаем им должное. Была битва. Ну, наверное, мы, может, команду моложе взяли только за счет. Наверное, больше хотели, больше желания было. Каждая игра – это отдельная история в полуфинале, в флай-оффе. Мы готовились к этой серии, серьезно. Поэтому во всех играх в одну шайбу победа. То, что 4-0 ничего не значит. Я думаю, что мы заслужили эту победу. Еще 60 интернет-спутников компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию сателлитов. Ракета стартовала с космодрома США на мысе Канаврил. Это уже 24-й такой старт. Предыдущий состоялся двумя неделями ранее. SpaceX удалось отправить в космос почти 1400 мини-сателлитов. Всего планируется вывести на орбиту 12 тысяч спутников. Это позволит создать вокруг Земли масштабную сеть, которая обеспечит всем землянам доступ к интернету. Стоимость проекта – 10 миллиардов долларов. С пожеланием благоприятного результата при любых начальных условиях я прощаюсь с вами до завтра. Утром в этой студии встречайте Анну Нитченко. Доброй ночи и удачи!